Субтитры делал DimaTorzok Я уже говорил об этом Вы приходите на работу И видите Километры Мегабайты Тысячи страниц этого Копи-паст-кода Попробуйте внести туда Попробуйте попытаться Встроить что-то свое Каким-то другим методом В лучшем случае у вас все рухнет Здравствуйте, дорогие друзья Сегодня в нашей студии присутствует Эксперт По программированию Переберемый лентон Он познакомит вас С тем, что называется Копи-пейст Программинг-техник Или по-русски Скопируй и вставь Что вы можете сказать Ну, начнем с того Что Везде и всюду Нам говорят В институтах В университетах Что Ну, так ли это? На самом деле Это не совсем так Оказывается, что Может учитесь Чему-то не тому Я так серьезно читаю? Да, я так серьезно читаю Что ж Тем более интересно будет послушать ваш рассказ Может В этом и есть смысл В принципе, ваши мысли мне нравятся Антон Валерьевич Что на самом деле происходит Когда вы делаете бранч? Да, мы делаем копию Именно так Так почему же люди в упор не видят это? Почему Делая бранч И создавая систему контроля версии Для облегченного копирования кода Понимая все выгоды Копи-пейст Программирование Потому что Когда вы скопировали Вы не можете внести ошибки В ту версию От которой вы отбранчевались Почему? Там они это видят А когда их Ткнешь носом В копию-пейст Они воротятся Понимаете? Там же они как говорят Что Ну, мне кажется Это очень притянуто за уши аргументы И Не реалистично Да Это кажется не реалистичным Тем более в современной Быстроменяющейся конъюнктуре Правда? Да Попробуем с вами Математически обосновать Почему нападки на копии-пейст Совершенно Несостоятельны С точки зрения науки Давайте проанализируем этот график В начале Когда у вас всего лишь Одна или две копии кода То Было бы странным создавать для этого кода Новую функцию Согласитесь? Потому что Никто не знает Будет ли она Отходиться где-то еще Обратимся к концу этого графика В конце Когда у вас есть уже Н Копий Крайне сложно из них составить одну функцию Которую вызывать везде Согласитесь? Правда здесь есть небольшой нюанс Если у вас есть Н копий То как же создать Н плюс первую копию? Какую из Н копий выбрать для копирования? Как вы думаете Стоит поступить? А нет ли в копии-пасс программировании Элемента этой самой диверсификации? Это правило стоит запомнить Так вот вернемся к нашему графику Как мы видим Целесообразность создания функции Повышается только в каком-то Ускользающем участке этой кривой На практике Как мне кажется Его очень трудно найти Какой мы можем сделать вывод Из этой математической модели? Копировать, копировать и копировать Я абсолютно с вами согласен Итак, каждая ситуация копирования Оправдана Нет, я хочу сказать Самое главное Что вот выходят студенты Которым хорошо промыли мозги Новыми технологиями Они думают, что они очень умны Они прочитали кучу книг Они приходят на работу Думают, что сейчас они изменят весь мир И встречают Я уже говорил об этом И встречают реально работающий кот Который уже много лет Делается подавно проверенной технологией Нужна она функциональность Возьми похожую Скопируй и чуть-чуть потравь Мне вот тут пришла в голову мысль Я стал задумываться А нет ли какого-то заговора На уровне преподавателей вузов Всего мира С целью подорвать Современную IT-индустрию Как я вас понимаю, Антон Валерьевич Как я вас понимаю Давайте все-таки оставаться в рамках И продолжим нашу Нетрабливую беседу Вы можете прокомментировать Связь Программирования И биологии Собственно на этом построено Да, развитие и рост любого организма Клетки делится и становится больше Из одного объекта Рождаются два похожих Нравится это Или не нравится нашему больнику Но ДНК Реплицируется Да, независимо от вашего чувства прекрасного Выпьем же За любовь Я думаю, большинство программистов Которые нас слушают Смотрели такой фильм Как Матрица Я думаю, большинство программистов Которые нас слушают Смотрели такой фильм Как Матрица Коллега Помните ли вы Нет? Ну тогда я расскажу Я его не смотрел Хочу поблагодарить вас За то, что вы были сегодня искренне За то, что вы не побоялись Сказать право людям И вам спасибо за интересную встречу И хочется Сказать, что Если хоть малая капля Того Что мы пытались сегодня До вас донести Проникло ваше сердце и души То значит Наша встреча была Ненапрасной Всего вам доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому